В Барселону стремится все больше зарубежных путешественников. Туристическая индустрия понемногу восстанавливается. Гостей города, как и раньше, привлекает знаменитый храм святого семейства, построенный испанским архитектором Антонио Гауди. Из-за антиковидных мер церковь некоторое время не работала и открылась в конце мая. Число посетителей пока ограничено. В популярном парке Гуэль ситуация такая же. «Это очень красивый город. Мы хорошо проводим время. Правда, нельзя гулять ночью, поскольку введён комендантский час. Но проблема невелика». Комендантский час действует с часу ночи до шести утрам. Бары и рестораны закрываются в половину первого. Но днём туристам есть чем заняться. Большинство парков и музеев открыты. «Здесь чувствуешь себя свободнее, чем во Франции. Что ещё сказать? Вдобавок ко всему светит солнце, поэтому очень приятно приехать в Испанию и побывать в Барселоне». В готическом квартале со средневековыми зданиями соседствуют древнеримские постройки. «Сюда приезжает много испанцев. Число иностранных туристов зависит от разных ограничений, правил авиаперелётов, а также отправил в каждой стране. Но туризм восстанавливается. И одновременно мы переосмысливаем будущую модель этой отрасли в Барселоне». В Барселоне пока открылись только 60% отелей, и они заполнены лишь наполовину. Клиентов в кафе тоже не так много, как было до пандемии. В 2019 году город посетили 12 миллионов туристов. В 2020 – только 3 миллиона 300 тысяч. А с января по июль этого года город принял уже 5,5 миллионов гостей.